Дождались. Сегодня утром патриарх осветил храм Рождества Христова. Примерно полторы тысячи верующих пришли, чтобы поучаствовать в церемонии и увидеть святейшего гостя. Как это было? И кто еще, помимо самого Кирилла, заинтересовал журналистов в репортаже Светланы Овсяниковой? Патриарха в этом храме прихожане ждут с утра. К восьми часам церковь уже переполнена. Пока одни на балконе борются со сном, другие в зоне ВИП выглядят бодро. Экс-мэр Красноярска Петр Пимошков загорел и здоровается, и много улыбается. Спустя полчаса появляется и сам патриарх Кирилл. Святейшему помогают облачиться в праздничную ризу. Только после этого храм начинают освящать. За молитвой вместе со всеми митрополит Пантелеймон обряд заканчивают крестным ходом. Затем для многих верующих начинается самое главное – праздничная литургия. Те, кто не попал в храм, собираются на улицы. Сегодня событие такое большое – освящение храма Христова. Святейший приехал на нашу землю, осветил ее. То есть событие для Красноярска, для края очень большое. Я вот ходила туда, смотрела на монитор, вот на этот. Очень красиво. И поют так, что аж плакать хочется. Честно. Прихожан с каждым часом все больше. Серьезные меры безопасности замечают все. Полицейских, металлоискателей, у ворот на крыше люди с винтовками. Зайти на территорию храма некоторые так и не решаются. Торжественное богослужение и проповедь идут почти пять часов. Но никто не расходится этого события. Многие верующие ждали семь лет. Идея строительства храма возникла еще в 92-м году. Но фундамент начали закладывать только в 2005-м при Петре-Пимашкове. События и для нашего города, и в целом для Сибири, и в целом для нашей страны. Так что, конечно, более важной задачей и более важной, вот, на сегодняшний день, там, где я должен быть, я просто не вижу. Теперь, говорят священнослужители, когда храм осветили, он заживет полной духовной жизнью вместе со своими прихожанами. Всего этот храм может принять до тысячи человек. Но теперь, после визита сюда патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прихожан здесь ждут гораздо больше. Светлана Овсянникова, Валерий Чащин, 7-й канал, новости 24. И буквально 30 минут назад патриарх приехал к часовне Пороскевы Пятницы. Ранее сообщалось, что он должен был указать, где в Красноярске построят еще один православный храм. На Корульной горе сейчас находится наш корреспондент Захар Письменных, и мы связались с ним по телефону. Захар, добрый вечер. И скажи, пожалуйста, верно ли, что церквей станет больше в Красноярске? Да, Андрей, добрый вечер. И хочу сразу сказать, я не знаю, разочаровать или нет, но церквей в Красноярске пока больше не станет. По крайней мере, сегодня не говорил. Он вместе с губернатором Львом Кузнецовым, вместе с мэром Адхамом Акбулатовым прошелся вокруг часовни Пороскевы Пятницы, осмотрел город, получается, вот с высоты, бил Красноярск, поставил свечку в самой часовне Пороскевы Пятницы, благополучие, просветание нашего города. И, собственно, после этого он поехал дальше. Теперь еще отметить, что прихожан, ну, получается, верующих, тех людей, которые хотели смотреть на Патриарха, было здесь не так много, как, допустим, вот вчера именно в Стриковой, да, но тем не менее, те, кто пришли, они остались, если можно так сказать, довольны, да, потому что мы отобщались с этими людьми после уже отъезда Патриарха, они сказали, что ждали этого действительно всю жизнь, сказали, что он прикоснулся к ним рукой, и это действительно самое лучшее, что все остальные жизни, это сложно чем-то описать. После того, как Патриарх уехал, они также зашли все в часовню, также поставили свечки, и, собственно, сейчас уже практически все разошлись. Ну, я думаю, что это, получается, последняя точка, ну, красноярского визита Патриарха. И, в общем-то, на этом у меня все. Андрей.